Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. В очередной раз затрагиваю тему аминокислот с разветвленными боковыми цепочками. BCAA, BCAA. Почему? Да потому что большинство людей до сих пор продолжают утверждать, что BCAA не работает. Друзья, BCAA работают. Не работают BCAA только на дураках или на людях, которые когда-то принимали фармакологию. Экспериментировали, пробовали, не важно, как вы это назовете. А точнее на дураках, которые когда-то принимали фармакологию. И почему они думают, что BCAA не работают? Давайте разбираться. В первую очередь, конечно, тот, кто попробовал BCAA после того, как пробовал, экспериментировал с фармакологией, со стероидами, не заметит на себе никакого эффекта от них. Особенно, если он принимает их в недостаточной дозировке и в небольшой промежуток времени. Согласитесь, глупо принимать неделю, две или даже пару месяцев и говорить, что тот или иной препарат не работает. Особенно, если не знаешь, какие дозировки нужны. Что делают BCAA в первую очередь? BCAA в первую очередь защищают наши с вами мышечные волокна от разрушения. И если в организме не хватает BCAA, то, естественно, он после силовой работы, после тренировки будет использовать собственные аминокислоты. Чем больше аминокислот в крови, а почему мы говорим о BCAA? Потому что BCAA это основная масса аминокислот, из которых преимущественно состоят мышцы. И даже если вы пьете протеин или гейнеры, там в составе есть BCAA, это очень и очень мало. Чтобы вы почувствовали хоть какой-то минимальный эффект от BCAA, вам необходимо принимать их от 20 грамм в сутки. По 5 грамм за раз. В тренировочные и нетренировочные дни. Почему BCAA работает? Мне все равно, кто что говорит. Какие глупые исследования приводятся. Потому что ни одно из исследований, которое проводится, не является адекватным. Не является на 100% таким, как происходит это все в жизни. Об этом я написал статью и видеоролик. Ознакомьтесь, если кто-то не понимает и хочет более подробно узнать мою точку зрения, как и что происходит в современном исследовательском мире. Достаточно сказать того, что одна и та же лаборатория с одним и тем же составом экспериментаторов, исследователей, может в течение года выдавать разную информацию на одну и ту же тему. Подтверждая, опровергая ее. Затем снова подтверждая. Но для меня исследования все абсолютно не важны. Для меня важна практическая медицина. А практическая медицина уже довольно давно и успешно использует BCAA. Как вы думаете, если бы BCAA не работали, использовала бы практическая, повторяю, медицина этот продукт, этот препарат? Конечно же, не использовала. Где используется больше всего BCAA или BCAA? Естественно, в борьбе с анорексией и после того, как стали использовать BCAA при лечении данной болезни, резко снизилась смертность бедных девчонок. Резко. Это говорит о многом. Там же BCAA используется, наряду, кстати, с анаболическими стероидами, для, наверное, не лечения все-таки, а для поддержания больных с ПИДом, когда ихняя мышечная масса очень сильно и резко падает. Это тоже нехорошо для здоровья в целом. И поэтому с помощью стероидов и BCAA медики и поддерживают состояние больного человека. Это говорит очень о многом. Какие BCAA нужно принимать? Друзья, важно понимать, что сейчас в сфере фитнес-бизнес-индустрии, естественно, на нас хотят все навариться. Давайте поговорим сначала о самой лучшей эффективной формуле. Это 2-1-1. Есть 4-1-1, 6-1-1 и даже 12-1-1. Поверьте, это просто маркетинговый код, который действительно никак не улучшит усвоение качества BCAA. Но 2-1-1 самый безопасный и самый полезный продукт с точки зрения сочетания в нем аминокислот. Второе. Необходимо, чтобы все аминокислоты были в L-форме. Это очень легко проверить, потому что любой производитель на обороте банки будет указывать, в какой форме находится та или иная аминокислота. Следующее, о чем нужно помнить. Так как мы с вами принимаем BCAA на постоянной, регулярной основе, лично я рекомендую принимать их в порошке и без красителей, без вкусовых добавок. Потому что сами по себе BCAA накапливаются в организме, если такое будет происходить, нетоксичны. А вот так эти химические вещества, красители, усилители вкуса действительно очень и очень вредны. Поэтому, друзья, находите, а не есть на рынке, такие препараты. Без красителей, без усилителей вкуса. Они и стоят дешевле, и полезнее, и качественнее. Кстати, если вы найдете такой продукт, то рекомендуйте его своим друзьям, потому что больше всего вопросов мне приходит именно, какой продукт, какой фирмы выпускает продукт без красителей, без усилителей вкуса. Лично я больше всего предпочитаю принимать продукт от Optimum Nutrition. Зарегистрировавшая себя в очень хорошем качестве марка, которая одна из первых, если не первая, пришла на данный рынок. Это говорит очень о многом. Так что, друзья, думаем всегда головой перед тем, как решиться на тот или иной поступок, перед тем, как осмыслить ту или иную информацию. Это касается не только тренировок, но и любой жизнедеятельности, в принципе, в целом. От этого зависит ваш результат и конечная точка. Как быстро, как качественно вы достигнете своих поставленных целей и задач. Друзья, спасибо, что посмотрели данный ролик. Обязательно делитесь им со своими друзьями. Ставьте лайк, если вы со мной согласны. Ставьте дизлайк, если вы со мной не согласны. Все адекватные комментарии будут выставляться, не будут удаляться системой. Если вы никого не оскорбляете, не выражаетесь нецензурно, система будет пропускать любой ваш комментарий. И я в том числе. Давайте жить дружно, развиваться вместе, вместе идти по нашему железному пути. А вам мне остается только пожелать, как всегда, сухой мышечной массы и силы без травм. Увидимся, друзья, в тренажерном зале. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на цепирование, периодизацию, на все типы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью, целиком расписан тренинг, тренировки. По дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok